Был в Москве. Компания «Ла-Руссия» мне сделала маленький подарочек. Они организовали экскурсию в Крутицкое подворье. Это Крутицкое подворье, расположенное в Таганском районе Москвы, на пересечении Крутицкой улицы и 1-го Крутицкого переулка. Название, конечно, происходит от слова «Крутица», обозначающее в древности возвышенность на левом берегу реки Масковый, которая находится ниже устья Яузы. Это исторический памятник, который основан в XIII веке. Сначала как монастырь, говорят, что здесь был мужской монастырь, ну а затем как резиденции епископов царских и подолонских. На территории находится Успенский собор, колокольня, стена-переход, парадные ворота, называемый теремок, митрополичьи палаты, крестовая палата, набережная палата, сушильная и приказные палаты. Из такого, знаете, красного кирпича красивое здание, с одной стороны, с другой стороны, немножко поддавливает, потому что все-таки как-то такое, знаете, вот, ну жесткое какое-то на меня произвело впечатление. Ну, это вот Крутинское подворье ставило, конечно, на древних путях, которые вели из Москвы в Коломна и Рязани. Ну, говорят, что вот именно благодаря этому здесь была создана вот эта Крутинское подворье. Здесь было, ранее было Княжеское село Крутицы, которое ставило на очень важные для Москвы путях, которые вели в Коломну и Рязань. Ну, естественно, берег Москвы был крутым, обрывистым, вот отсюда и название монастыря, которое основано в XIII веке, Крутицкий. Собор действующий, можно зайти, посмотреть. Но я обычно не снимаю внутри соборов, считаю, что не совсем это корректно. За границей снимаю, а у нас нет, не знаю, почему так. Ну, внутри такой темный, почему-то мне показалось очень похож на новгородские церкви, монастыри. Не знаю, вот это у меня сложилось такое впечатление. Музыка. 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 Конечно, очень бросается в глаза Крутицкий теремок. Это часть архитектурного ансамбля Крутицкого подворья, который включает в себе святые врата и терем над ним. Архитектор Иосиф Старцев и каменный деломастер Ларион Ковалев. Вот. Так вот, был этот построен Крутицкий теремок. Это был переход от митрополитических покоев в Успенский собор. Ну, и говорят, что вот именно здесь стояли архиереи, которые смотрели из окон на Москву, а также благословляли собравшихся на площади народ и раздавали милостыни нищим. Этот теремок, вот эти святые врата, с внешней стороны облицованы многоцветными поливными изразцами. Было израсходно до 2000 изразцов. Говорят, что эти изразцы сделал Степан Иванов, латопатный мастер. Ну, действительно, очень красивое здание. Просто очень красивое. Вот есть несколько версий в образовании Крутицкого монастыря. По одной из версий, в XIII веке князь Данил Московский основал на этом месте храм, при котором в 1272 году был устроен мужской обитель. Мужской обитель, мужской монастырь, позже стал московским подворьем епископов царских и подумских. Но по другой версии, основание Крутицкого монастыря связывается с именем греческого латописа Варлаама, который приехал из Византии вслед за царскими епископами и основал, и обосновался именно в этом месте, в Крутицком урочище. Служба в Успенском соборе прекратилась в 1924 году. Все было разграблено, территория была передана военным. Здесь устроили какие-то места под казарму, какие-то футбольные площадки, ну, в общем, жутики. В 1947 году решением Государственного комитета по делам архитектуры был составлен план реконструкции, и реконструкция вот этих Крутиц была поручена господину Барановскому. Ресторация продолжала более 30 лет. Все в это время здесь были военные, здесь была главкнига, ну, и различные государственные службы. В 1991 году часть подвора была передана церковью, а другая часть до 1996 года из поиска глупактов московского гарнизона. Говорят, что именно здесь содержался известный человек с фамилией Берия. Вот примерно так.